МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Житковичском районе на минувших выходных горело 120 гектаров леса и сухой растительности. Угрозы для населенных пунктов не было, однако пожарным снова пришлось подключать все силы и средства для ликвидации возгорания. На этот раз помощь оказали брестские подразделения МЧС и сотрудники районного лесхоза. С начала пожароопасного периода это уже третий случай масштабного возгорания в экосистеме Гомельского региона. В ликвидации пожара принимали участие авиации МЧС, около 100 спасателей пожарных и спецтехника. Общими усилиями с огнем удалось справиться достаточно быстро. В течение суток пожар был локализован, а наследующий ликвидирован. Это несмотря на рекордно высокие температуры воздуха. В воскресенье он прогрелся до 33 градусов по Цельсию. Предположительная причина пожара, в принципе, она сейчас устанавливается. По данным фактам сейчас на всей территории Гомельской области действует запрет на посещение лесов. Виновные лица, которые будут нарушать данный запрет, будут привлечены к административной ответственности. Продолжаем выпуск. В выпуске на этой неделе работники Гомельского молодежного театра были вынуждены экстренно эвакуироваться из здания в результате пожара, который произошел прямо на сцене. Небольшой переполох вокруг здания молодежного театра произошел во вторник около полудня. На место происшествия были направлены несколько пожарных расчетов. Сотрудники ГАИ перекрыли движение по проспекту Ленина. Образовалась автомобильная пробка, разрешение на проезд ожидала вереница троллейбусов. Пожарные оперативно проникли в здание и смогли ликвидировать очаг возгорания. Произошел пожар на сцене молодежного театра. Короткнула, скорее всего, предварительно электропроводка и произошло загорание декораций. К моменту приезда спасателей работники театра уже находились снаружи здания. Помещение наполнилось дымом. Работники театра покинули помещение своевременно сами. Находились у входа, показали выходы, входы, которые открыты. На автолестницу подавались стволы на чердак и на защиту кровли, а на тушение именно стволы подавались через внутренние лестничные клетки. По предварительной версии, причина возгорания на сцене Гомельского молодежного театра – короткое замыкание электропроводки. Перегорел осветительный прибор. Вероятно, именно он и стал источником возгорания. На месте происшествия работали эксперты, следователи проводят проверку. Микроавтобус более чем тысячи бутылок украинской водки задержали в Гомеле. Салон автомобиля оказался буквально забит алкоголем. Кроме того, перевозилось и свыше тысячи упаковок кофе, а также почти две с половиной тысячи пакетиков приправ. На товары у водителя нигде не работающего местного жителя документов не оказалось, а на бутылках с водкой отсутствовали акцизные марки Республики Беларусь. По предварительным данным, вся продукция попала в нашу страну через Российскую Федерацию, а закупалась в Украине. Сотрудники милиции предполагают, что вся партия товара предназначалась на продажу. Ответственность за такое преступление предполагает крупный штраф и конфискацию товара. Всего изъято товаром материальных ценностей на сумму порядка 250 миллионов. В настоящее время проводится проверка. Материал передан в МНС железнодорожного района города Гомеля. В последнее время контрафактная продукция на территории Гомеля, к сожалению, не редкость. Ранее на рынке Давыдовский областного центра у одного предпринимателя из России сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью взяли партию планшетов и различных гаджетов. Всего порядка 400 технологичных устройств. Нарушитель торговал ими с рук, безо всяких разрешительных документов. Товар, изъятый, его стоимость составила более чем 680 миллионов белорусских рублей. За данное административное правонарушение предусмотрено меры ответственности, такая как наложение административного взыскания в виде штрафа в размере от 10 до 50 базовых величин на физическое лицо. В Следственном комитете на этой неделе возбудили уголовное дело против мастера Ветковского районного узла электросвязи, который причастен к гибели электромонтера. Во время демонтажа линии электропередач произошло обрушение осветительной опоры. Рабочий сорвался с нее и получил травмы, несовместимые за жизнью. Сам инцидент имел место еще в мае этого года, однако следователи целых два месяца тщательно изучали обстоятельства произошедшего. Поднимали производственную документацию и пришли к выводу, что к смерти электромонтера привела банальная халатность. Работы по демонтажу осветительных опор старой, недействующей воздушной линии электропередач велись в деревне Светиловичи Ветковского района. Во время отсоединения проводов одна из опор, на которой находился рабочий, неожиданно сломалась на две части и при падении на землю придавила мужчину. В момент падения электрическая опора упала сверху, в результате чего электрик получил множественные переломы костей таза, бедренные кости были поломаны, кровоизлияние внутренних органов. Через два часа он скончался в центральной районной больнице. В ходе проверки правоохранители пришли к выводу, что к гибели рабочего привело нарушение условий проведения данного рода демонтажных работ, а также халатность, допущенная 44-летним мастером ремонтной бригады. Мастер не обеспечил применение автовышки, а вместо этого дал указание электромонтеру подниматься на опору при помощи лазов. Старая опора под тяжестью электромонтера сломалась и упала, придавив его. Сейчас по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Изучается изъятая документация по технике безопасности, а также материалы расследования несчастного случая на производстве, собранные Гомельским областным управлением Департамента государственной инспекции труда. В Гомеле 35-летний мужчина без больной биты избил свою сожительницу, которая находилась на девятом месяце беременности. В состоянии гнева Депашир нанес множество ударов и своей тещи, но самое примечательное в этой истории то, что и потерпевшие, и зачинщик произошедшего не знали, что ожидают ребенка. О том, что пора рожать, женщина узнала лишь когда попала в больницу. Ее сожитель нанес ей не менее 15 ударов по различным частям тела. Причем сначала он как следует выпустил пар на своей тещи, повалил женщину на пол и стал наносить удары по различным частям тела, а потом переключился на защитницу, ее дочь. Причиной столь жестокого поведения стал конфликт, который произошел между членами семьи накануне разборки. Чтобы утихомирить сожителя, потерпевшая вызвала милицию. Когда тот вернулся из участка, то решил свою возлюбленную и ее мать проучить. В последнее время мужчина злоупотреблял спиртным и вел себя непредсказуемо. На данный момент степень тяжести, полученных травм, устанавливается. По предварительным данным, они будут относиться к менее тяжким телесным повреждениям. У обоих переломы верхних конечностей, гематомы на нижних конечностях, спине, животе и ушиб головного мозга. Сожительница находилась на девятом месяце беременности. О чем, по словам нашего подозреваемого, он не знал. На данный момент избрана мера пресечения в отношении данного гражданина как заключение по стражу. К счастью для беременной потерпевшей, все закончилось благополучно. Врачи сделали ей кесарево сечение и помогли появиться на свет здоровой девочке. В Гомельской области в этом году на реках и водоемах утонуло 20 человек. И хоть это меньше, чем за аналогичный период 2014-го, спасатели все равно на чеку. Ведь лето, по сути, только началось. На выходные в Гомеле был зафиксирован температурный максимум. И наплыв отдыхающих сразу увеличился. Наши корреспонденты побывали в рейде совместно с сотрудниками освода и инспекторами по маломерным судам. А также узнали, как обеспечивается безопасность на воде. Уважаемые отдыхающие, убедительная просьба. Не оставляйте малолетних детей у воды от них без присмотра. Контроль и собранность по 12 часов в сутки, готовность прийти на помощь и в зной, и в холод – это даже не работа. Для большинства спасателей это призвание. Сегодня в штате Гомельской областной организации «Освод» около 400 сотрудников. Подавляющее большинство – профессиональные спасатели. Понравилось общение, люди, помогаю обществу. Есть такие, которые все-таки нарушают и заплывают за дырки? Да, случается. Предупреждаем. Если не реагируют, тогда вызываем наряд. Забирают. Каждый год количество посетителей на пляжах только увеличивается. Поэтому там, где имеются спасательные станции и посты, всегда способны оказать квалифицированную медицинскую помощь. Под рукой нужное оборудование – лодки, жилеты, круги. Дневной дозор посменно осуществляет дежурная группа. Сделано все, чтобы не допустить возможной трагедии. То есть, если мы наблюдаем, когда человек ведет себя таким образом, что это может закончиться трагедией, его стараемся предупредить. Вот предупрежденных таких несчастных случаев с начала года – 2041. И 814 из них – это именно с несовершеннолетними. С начала года в Гомельской области жертвами беспечного поведения на воде стали 4 подростка. Только на реке Ипуть два – случая утопления за неделю. Как всегда, детей потянуло на стихийные пляжи. Водная акватория которых в большинстве случаев опасна и непредсказуема. Можно сколько угодно долго говорить о возможности или невозможности постоянного контроля за 15-летними, 16-летними подростками. Но в любом случае практика показывает, что именно если бы за ними осуществлялся присмотр, надлежащий контроль этих несчастных случаев, нужно было бы и избежать. В этом году наблюдается и рост травматизма. Не зная дна, люди ныряют и получают переломы, порезы и другие травмы. Все это нередко подкрепляется употреблением алкоголя и заканчивается печальными последствиями. К примеру, как на озере Святое в Рокачевском районе. Из-за нетрезвого водителя гидроцикла погиб судоводитель моторного катера. Первое маломерное судно столкнулось со вторым на полном ходу. Два пассажира водного мотоцикла и водитель были госпитализированы. Там нарушений было очень много. И совокупность этих нарушений от разных людей привела к тому, что произошла авария, аварийный случай с погибшим человеком. А погибших могло быть и больше. Повезло тем, кто был виновниками этой аварии, что они сами находились в жилетах. Наличию спасательных жилетов у отдыхающих уделяется особое внимание. Госинспекторы по маломерным судам строго следят за этим во время плановых рейдов. Среди нарушений – отсутствие жилетов, судоводительских удостоверений и номеров на борту судна. Однако, все же настоящая головная боль и спасателей, и инспекторов – это гидроциклисты. Они часто заплывают в зону, где купаются люди, мешают отдыхающим и совершают опасные маневры. В том числе и для самих себя. Сколько я уже обучил групп в этом году и в прошлом, вместе с Меркуловым. Все меньше и меньше владельцев гидроциклов приходят учиться на права. В борьбе за безопасность хороши многие методы, но самые эффективные – это повышение сознательности населения. В этом уверены даже сами отдыхающие. Каждый должен сам за свою безопасность волноваться. Больше внимания взрослых, чтобы они смотрели своих детей, меньше алкоголя. Сам себя в первую очередь надо глядеть. А там уже спасатели. Доглядя. Да. С начала года на водоемах Гомельской области сотрудниками ОСВОД спасено 20 человек. Но даже эти случаи не в силах в корне повлиять на полное исправление статистики. Каждому, как говорится, спасателя не приставишь. На этом все. Смотрите программу «Де-факто» по четвергам и пятницам на телеканале «Беларусь-2». С вами был Александр Гамоля. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова